добра времени суток друзья вы на канале harddress от info перед нами poco m4 pro и в этом видеоролике мы вам покажем как на данном устройство настроить вайфай во первых покажем вам как настроить его в случае если он у вас не работает а в случае даже если он работает мы вам покажем разные настройки вайфая как включить рандомизированный а я также рандомизированный mac адрес как увеличить свою конфиденциальность безопасность и как и сделать чтобы у вас меньше интернета использовалась как выбрать другие настройки так что смотрите до конца во первых если вы нашли этот видеоролик по той причине что у вас почему-то не работает вайфай он не подключается вылетает работает плохо и так дальше первое что я вам советую сделать это его сбросить как бы я думаю вы знаете что первое первое что нужно делать если у вас что-то не работает выключить и включить в случае вайфая это сбросить его чтобы сбросить вайфай мы заходим в настройки выбираем расширенные настройки и здесь ищем пункт сброс если такого нет то лучше зайти в настройки и здесь писать сброс посмотрим где находится он находится в пункте подключения общий доступ и здесь нажимаем сбросить вайфай мобильные сети и bluetooth предупреждаю что сразу после этого у вас удаляться все данные о вайфаях которыми вы подключались в том числе их пароли данные и настройки мобильного интернета а также все подключенные устройства bluetooth то есть вам придется все это настраивать из начала дальше нажимаем сбросить вводим существующий пароль уже на нашем телефоне и нажимаем ok все все настройки сбросились после этого я думаю вайфай в 99 процентах случаев починится и сейчас мы перейдем уже к более его настройкам как сделать вайфай лучше для этого мы свайпом по правой части от нашей камеры вниз и зажимаем пункт вайфай давайте подключимся сперва к какому-то вайфай к примеру я предпочитаю gsm центр давайте я веду так пароль чтобы вы его не видели а то вдруг что и дальше перейдем к настройкам дальше нажимаем подключиться после того как мы подключились к нужному нам вайфай можем настроить отдельный вайфай нажимаем на него нажимаем здесь точнее на стрелочку такую возле него на палочку и здесь мы настраиваем наш вайфай можем увидеть его скорость увидеть защиту и так дальше можем выбрать пункт прокси при помощи пункта прокси мы можем настроить как бы vpn можем вручную его настроить или выбрать автоматически можем настроить айпи то бишь мы можем выбрать dhcp чтобы у нас айпи каждый раз менялся и был как бы такой изменяющийся или можем выбрать статический айпи адрес тогда он будет именно такой какой вы выберете можете настроить конфиденциальность то есть использовать mac адрес устройства или использовать случайный mac адрес советую вам выбрать случайный mac адрес нажимаем ok дальше мы можем перейти к расширенным настройкам здесь увидеть еще некоторые параметры во первых можем просмотреть сохраненные сети которые мы уже когда-либо подключились подключались можем установить какие-то сертификаты из интернета для вайфая можем подключить вайфай директ и также мы заходим в помощник вайфай здесь можем выбрать пункт не отключаться то бишь если наш телефон видит что существующий вайфай плохой или он совсем не работает он подключиться к другому вайфая или включит мобильный мобильный интернет хотим ли мы чтобы это было у нас или нет я к примеру отключу вот и все также мобильный интернет можно еще в точнее вайфай можно еще настроить настройках мобильного интернета зажав пункт мобильный интернет мы можем здесь выбрать расширенные настройки и к примеру провести диагностику и здесь еще увидеть некоторые настройки иногда здесь есть настройки связанное с и вайфаем больше видео о данном девайсе смотрите у на канале подписывайтесь ставьте лайки и всего хорошего до свидания